NYX, которая называется NYX Glitter... Вы что-то видите? Всем привет! Недавно ко мне в руки попала просто невероятно красивая и милая коллекция NYX и у меня такое впечатление, что ей вообще место на кухне, потому что все выглядит так, как будто это какие-то сладости, а не косметика и я сейчас имею в виду коллекцию, которая называется Whipped Wonderland она вышла перед Новым Годом, перед всеми рождественскими и новогодними праздниками и мне кажется, что это очень удачное время, потому что упаковка именно очень такая подарочная то есть, если вы хотите кому-то сделать косметический подарок, то тут все за вас просто продумали и все выглядит просто максимально мило но с качеством мы с вами разберемся, когда я буду делать макияж кстати, все это я заказала в магазине Lady Makeup и я была очень приятно удивлена, когда я зашла на сайт, а они обновили дизайн сейчас он стал намного более приятным, современным, удобным и я рада, что мои любимые магазины развиваются, они движутся вперед, они идут в ногу со временем в общем-то, в любом случае, ссылки на все, о чем я буду говорить, я вам оставлю внизу если вас что-то заинтересует, вы сможете заказать это в этом магазине а заодно заценить их новый дизайн ну что ж, давайте приступать сейчас абсолютно все уже у меня на лице но я вам обязательно в макро покажу, как я делаю макияж глаз с помощью этой палетки палетка называется, ну грубо говоря, она так и называется Whipped Wonderland у меня эта палетка под номером 3 здесь вот такая вот растяжка теней преимущественно она розово-такая баклажанная но также здесь есть и теплые оттенки то есть скорее она даже 50 на 50 наполовину розовая гамма, наполовину теплая гамма дизайн для этой коллекции делала известный иллюстратор Наташа Лилипор и мне кажется, она отлично справилась со своей задачей потому что все получилось таким вот волшебным как скорее всего Никсы задумывали перед тем, как я вам в подробностях покажу макияж глаз давайте еще буквально пару слов по этой палетке это лимитная коллекция и не только эта палетка, это вообще все в целом лимитная коллекция сделано все это в Китае срок годности конкретно у палетки 18 месяцев у хайлайтера это 24 месяца а у блесков это 18 месяцев упаковка здесь хоть и креативная но она довольно нестандартная это вот такая вот достаточно объемная жестяная упаковка похожая на коробку из-под печенья вот чего-то вот такого в середине здесь всего 8 оттенков хотя мне кажется, можно было бы сделать хотя бы на 4 больше как мне кажется, это было бы немного логичнее учитывая, насколько эта упаковка большая и в середине, когда открываешь, то тени как будто там теряются даже ну а сейчас я вас слегка приближу для того, чтобы в подробностях показать, как я делала макияж глаз честно говоря, вы видели меня уже в будущем а сейчас я немного в растерянности по поводу того, как построить свой макияж потому что палетка немного странноватая мне кажется, что вот эти два оттенка матовых в середине не очень сочетаются с теми, которые по краям матовые а начну я сейчас с вот этого, самого светлого оттенка я набрала его на обычную растушевочную кисть и честно говоря, оттенок этот прям желтый я не знаю, насколько это будет видно этот желтый оттенок мне вообще ничего не дал можно было его и не наносить такой еле-еле желтый какой-то тон у меня навеки появился давайте, наверное, я возьму теперь оттенок номер 2 и выполню, в принципе, все те же действия этот оттенок уже гораздо больше показывается навеки и это такой нежно-розовый оттенок сакуры, наверное, или как-то так ну что ж, всеми любимый макияж воспаленных глаз готов теперь давайте пробовать двигаться дальше я сейчас возьму еще более темный оттенок это такой вот настоящий бордовый и буду затемнять внешние уголки глаз все они абсолютно не меловые то есть когда их в палетке набираешь то практически вообще ничего не осыпается но в то же время на кисть довольно много набирается я, конечно, небольшой фанат такой цветовой гаммы в макияже глаз но тем не менее я хочу показать вам просто разные варианты чего можно добиться от этой палетки теплые макияжи вы уже миллион раз видели тем более с такими оттенками золота и хаки в последнее время я часто делала такого рода макияжи а вот такие красноватые я уже очень давно не делала ну что ж, мне однозначно не хватает затемнения во внешнем уголке глаза но у меня нет холодного оттенка в этой палетке которым можно было бы это сделать поэтому я все-таки возьму сейчас вот этот коричневый и на внешний уголок глаза это тоже нанесу ну, на самом деле, так как у нас уже достаточно много вот этого розового на веке то сейчас этот коричневый, он не выглядит прям теплым то есть он смешивается уже с подложкой, которая была нанесена до этого и даже немного нейтрально начинает выглядеть теперь я хочу на подвижное веко положить вот этот оттенок но мне кажется, что он достаточно рыхлый и в нем просто огромное количество блесток и для того, чтобы все это хорошо держалось я сначала нанесу базу от NYX базу нужно наносить очень тонким слоем и на каждый глаз лучше отдельно и после этого сразу наносить тени ну, как я и подозревала, этот оттенок просто невероятно рыхлый и я бы вам не советовала наносить этот оттенок без какой-то базы так, я что-то абсолютно не в восторге по поводу того, сколько у меня всего осыпалось под глаза тем более, что макияж лица я уже сделала мне явно консилер сейчас, наверное, придется переделывать последний оттенок, который я возьму это будет вот этот вот розовый и я его сейчас нанесу во внутренний уголок глаза я вообще хочу просто его протестировать посмотреть, что он из себя представляет потому что он выглядит таким более как металлическим или сатиновым и да, он переносится таким больше как металликом именно на веко и во внутреннем уголке он в принципе неплохо так играет с тенями на верхнем веке у меня все сейчас я очищу зону под глазами и тоже я хочу нанести я заказала новую подводку от NYX которая называется Epic Ink Liner она не новая в плане релиза но новая для меня я ее еще ни разу не использовала у меня такая есть в темно-коричневом оттенке и сейчас я точно такую же заказала черную потому что эти подводки в целом восхитительные я их обожаю просто а на нижнее веко я хочу просто нанести вот эти металлические тени очень тонкой каемочкой по всему веку потому что такой прием, особенно с такой стрелкой очень вытягивает мои глаза и делает их даже более круглыми хотя оказалось стрелка должна делать их более узкими но когда я наношу металлические тени потом клею еще ресницы накладные то глаза получаются более открытыми и круглыми и я если честно не очень хочу делать тушевку вот этими вот тенями на нижнем веке потому что 100% общий макияж получится таким как воспаленным заплаканным вот что-то такое здесь к сожалению нет таких оттенков которые могли бы этот эффект нейтрализовать ну что ж, вот и все мне осталось только накрасить ресницы и также наклеить накладные ресницы кстати, как я и говорила о фаворитах года я таки заказала новую L'Oreal X-Fiber и я очень рада, что она снова у меня появилась так что я сейчас буду красить ею глаза и вернусь к вам уже покажу финальный результат вы знаете, мне нравится в принципе что у меня получилось в итоге но цветовая гамма немножко не моя я все-таки спокойнее себя чувствую с какими-то песочными, земляными оттенками а вот это конечно выход из зоны комфорта но тем не менее мы все разные если вам такая гамма нравится тем более эта палетка в принципе такая 50-50 то есть тут и такая более розовая гамма и вот как раз таки золотая песочная тут тоже присутствует поэтому смотрите сами насколько вас это привлекает а я хочу сейчас закончить макияж лица и из этой же коллекции у меня есть также и хайлайтер у меня это оттенок номер 02 Dazzler это более золотистый он еще есть такой более розоватый возможно кстати с этим макияжем розоватый был бы более актуален но уже в общем-то ничего не изменить у меня сейчас на скулах вообще абсолютно ничего ой мамочки это такой интересный очень продукт такое впечатление что это знаете как вот в прозрачной базе очень мелкие блестки ничего себе оно еще и дуохромит то есть эти блестки под одним углом кажутся золотыми а под другим углом они кажутся розовыми ну давайте пробовать вы что-то видите? на лице если честно это начинает выглядеть так как будто у меня осыпались тени потому что вся эта база впиталась просто как крем и у меня на скуле осталась такая легкая россыпь вот этих вот блесток можно попробовать конечно еще добавить немножко но я рискую тем что у меня сейчас вообще просто глиттерная щека будет для лица вообще или нет? ну без нажатки хайлайтер так с этими экспериментами по-моему пора завязывать ну что я вам могу сказать глиттер это огромный тренд 2018 года и он сейчас перешел в 2019 году то есть глиттер сейчас везде и в помадах и в продуктах для лица и в тенях в общем-то это очень такой трендовый продукт если вам нравится такой эффект я вам постараюсь еще показать это в макро чтобы передать эту атмосферу когда на скуле абсолютно нет никакого влажного эффекта нет никакого металлического эффекта такое впечатление что просто вот как бы очень мелкая россыпь блесток вот если вам такой эффект нравится то это 100% ваш продукт мне осталось накрасить губы и для губ у меня есть наверное самый милый набор который только мог выйти перед новым годом и это вот такой вот леденец на палочке в котором три блеска для губ из линейки intense butter gloss мне даже честно говоря не хочется сейчас все это портить а подпортить я имею ввиду открывать кстати все эти оттенки новые их нигде ранее нельзя было купить и это также лимитная коллекция то есть пока это есть еще в продаже вы можете это купить но как только они распродадутся все к сожалению их уже будет не достать первый оттенок который я попробую он здесь самый темный и он такой вот темно-темно баклажанный оттенок который называется swirl wind аромат просто невероятно приятный такой ванильно ванильный капкейк вот 100% оттенок оттенок swirl wind достаточно плешивый и честно говоря в такой формуле это очень стрёмно но надо держать в уме что это не помада жидкая а это именно блеск то есть если у вас есть вот такого вот оттенка помады и вы сверху хотите просто добавить глянец вот тогда будет нормально но если вот так вот просто на голые губы наносить то будет конечно плешиво следующий оттенок в наборе называется feeling jelly и это такой очень насыщенный бордовый и у меня есть подозрение что он будет точно такой же по текстуре но и в принципе я была права с этим оттенком абсолютно то же самое он тоже достаточно насыщенный но из-за того что это именно блеск он конечно полупрозрачный и на голые губы ложится достаточно плешиво а еще он кстати въедается в губы ну что ж вся надежда на последний оттенок я надеюсь хотя бы он подойдет под этот макияж это кстати оттенок très liché да насколько все-таки такие светлые оттенки гораздо лучше смотрятся вот в такой вот формуле блеска когда вот наносишь вот такие вамп оттенки более темные то они обычно ну как бы в 99% случаев выглядят плешиво их можно наносить только поверх чего-то другого ну что ж мой макияж полностью готов давайте теперь быстро подводить итоги что касается вот этой палетки то качество мне понравилось эти тени кстати на основе талька но тем не менее они абсолютно не рыхлые они хорошо тушуются они пигментированы единственное смотрите насколько вас привлекает эта гамма и вообще в целом насколько вас привлекает эта палетка вот этот оттенок только на базу наносить или влажной кистью прихлопывать потому что очень сильно осыпается даже с базой он очень сильно осыпается но выглядит при этом все равно красиво упаковка тоже очень симпатичная но опять-таки не все любят вот такие вот громоздкие упаковки потому что действительно как для палетки она достаточно объемная но есть у меня кстати такое подозрение что когда надоест эта палетка или у нее закончится срок годности, то серединку можно достать и можно просто пользоваться потом дальше вот этой вот жестянкой. И так как все-таки дизайн разрабатывала художник-иллюстратор, то это своего рода и предмет искусства. Что касается этого хайлайтера, то он, конечно, очень на любителя, но если вам нравится такой эффект, то к качеству у меня претензий нет. Единственное, вам нужно четко понимать, что вы покупаете. Вот этот наборчик, как мне кажется, это отличный сувенир или какой-то небольшой подарок. Если у кого-то из ваших подруг скоро день рождения или может быть какая-то дата, в принципе, относительно скоро уже 8 марта, можно вполне вот такой вот набор купить и потом сделать кому-то приятный подарок. Что касается качества этих блесков, то оно вполне нормальное, но опять-таки нужно понимать, что это именно блески. Если вы хотите глянцевую лаковую помаду, лучше обратите свое внимание на линейку, которая называется Sleep Tease Lip Lacquer. Вот это именно глянцевая помада. Она очень плотная по пигментации и с ней вот такой вот пляшивости не происходит с любыми, в принципе, оттенками, по крайней мере, с теми, которые у меня есть. У меня тоже обзор на эти помады есть на канале. Если вы его пропустили или еще не смотрели, я вам под буквочкой А его оставлю. Ну и последняя подводка NYX Epic Ink Liner. Здесь, наверное, даже мне нечего сказать вам, потому что я обожаю просто эту подводку. Я считаю ее одной из самых лучших вообще, в принципе, на рынке. И еще выигрывает она тем, что она очень доступна. NYX сейчас продается абсолютно везде, в интернет-магазинах, в розничных магазинах. У меня эта подводка есть в двух оттенках, в черном и коричневом. Это мой фаворит 2018 года. Если вы смотрели это видео, вы об этом знаете. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы еще не подписаны на мой канал, то, конечно же, подписывайтесь, присоединяйтесь к нашему сообществу. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также сейчас YouTube предлагает вам другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, обязательно посмотрите. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.